Россия начала атаку на Фейсбук, требуя, чтобы тот поставил всякие сервера на ее территории, чтобы подчинялся ее законодательству, иначе она этот Фейсбук закроет. Считается, что это реакция на согласие Фейсбука сотрудничать с властями Соединенных Штатов по поводу вмешательства России в выборы в США и других странах. Венедиктов в своей ленте Телеграма, который тоже, Телеграм я имею ввиду, не Венедиктов, России подчиняться не хочет, написал, что кремлевские были просто выбешены. Вот такое слово, выбешены этим поведением Фейсбука. Прекрасное слово, выбешены, не так ли? Конечно, Кремль может закрыть Фейсбук, но, во-первых, все умеют обходить этот запрет, а во-вторых, ну, я думаю, что это будет, во-первых, это так выбесит, вернее, взбесит всю молодежь России, что самые массовые митинги Навального покажутся милыми и одиночными пикетами. Однако, думаю, что Кремль выбесился совсем не потому, что его ловят на горячем и позорят на весь свет. Его бесит то, что есть нечто огромное, в чем участвуют миллионы россиян, что ему не подвластно, не подконтрольно. Фейсбук невозможно вызвать на ковер, дать указания, предписания, дать три года колонии. И в этом проглятом Фейсбуке сидит половина взрослых россиян и практически вся российская молодежь. Там сидят депутаты, министры, губернаторы. Там договариваются о протестах, там плюют на власть, там карикатурят Путина и называют, что самое главное, вещи своими именами. И рядом с этой махиной будущего стоит в коротких штанишках существо по имени Роскомнадзор, который грозит санкциями. Смешно. Есть еще одна вещь смешная. Кремль, который считает, что ему все можно, и который с радостью и смаком использовал в Фейсбуке Твиттер, чтобы агитировать за Трампа, Липен, влиять на немецкие выборы, теперь обижается, что его поймали. Он думал, что привычное нас тут не было прокатит. Оказалось, что электронный след явственнее следа сапога. В общем, Кремль грозит Фейсбуку. Российская комедия нравов продолжается. Это программа «Итоги недели» без Евгения Киселева. Еще она называется «Гонопольская», потому что ведет ее «Гонопольский» из Киева. Здесь же, да-да, из Киева. Придется это скушать. И прекрасно здесь себя чувствую. Также в московской студии находятся мои дорогие коллеги. Постоянные соведущие, два умнейших человека. Видите, какие комплименты я вам кидаю? Нарышкин и Соломин. А еще есть Света Ростовцева, у нас постоянный звукорежиссер. Знаете, в постоянстве есть своя прелесть. Поэтому я вас, во-первых, приветствую. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. И давайте начнем нашу программу с события. Это программа «Гонопольская». «Итоги недели» без Евгения Киселева. События недели. Постоянство, видите, оно тут с каких сторон посмотреть. С одной стороны, постоянство – это постоянство. С другой стороны, это застой. Вот смотрите, интересные события развиваются в Каталонии. Референдум, про который давно говорили. Я помню еще, наверное, год назад у нас отечественные каналы пропагандистские, они показывали в эфире репортажи про то, как каталонцы готовятся к референдуму о независимости, общались с простыми людьми, которые жаловались. Вот, колоссальная несправедливость сейчас в распределении денег и так далее. Этот день настал в воскресенье как раз жители Каталонии, этого региона Испании. Они участвуют в референдуме, отвечают на вопрос, хотите ли вы, чтобы Каталония была независимой республикой. И для меня удивительно, на самом деле, то, как Мадрид, то, как официальные власти Испании реагируют на происходящее. Потому что мы знаем о сотнях избитых людей, мы знаем, что Мадрид не собирается признавать итоги референдума. Но, на самом деле, вопрос в другом. В России, после того, как прошел референдум в Крыму, и Крым, как Россия считается, стал частью России, у нас был принят закон и внесены изменения в уголовный кодекс, который запрещает у нас в России говорить про какой-то референдум, проводить референдум. Призывать к сепаратизму, да. У нас запрещены даже мысли вслух или не вслух по поводу сепаратизма, по поводу отделения и по поводу федерализации. Тем не менее, вопрос. Мы глядим на ситуацию в Каталонии, где власти не в восторге от того, что сейчас происходит. И вопрос. Как надо поступать с сепаратистами? Вы можете взять любую страну, даже Россию, и представить себе возможные два варианта. Можно сепаратистам, первый вариант, разрешить проводить референдум 660-06-64, или, мы сформулировали следующим образом, давить гадину. То есть, не разрешать никакой референдум. 660-06-65. Начался подсчет ваших голосов. Значит, два сценария мы вам предлагаем. Как поступать с сепаратистами? Разрешать провести им референдум, чтобы они показали тот результат, который покажут. Может, они облажаются, да, и тогда вопрос будет закрыт. 660-06-64. Или тот вариант, который мы вам предлагаем в такой формулировке, давить гадину. То есть, пресекать то, как это делают в колонии, бьют людей полицейские. Или, как это делают в России, вводят изменения и статьи, соответствующие в уголовный кодекс. И просто сами мысли о сепаратизме, о федерализации, о каком-то там отделении, реальном или мифическом, они запрещены. И тогда ваш номер 660-06-65. Очень смешно, я говорил, что ты сказал, не в Каталонии, а в колонии. В колонии? В колонии, да. И я подумал, что действительно, может быть, сравнение с какой-то жизнью в СИЗО. Такое очень образное получилось. Если говорить о моем отношении к этому вопросу, то я, в принципе, за проведение референдумов на территории других стран. Потому что референдумы... Понимаете, в чем дело? Референдум – это такая штука, когда большинство, когда дают возможность проголосовать всему населению, то параллельно с этим же очень часто используют различные схемы для того, чтобы через популистские идеи свою точку зрения отстоять. Я за то, чтобы в других странах это происходило. Потому что в этом случае тогда побеждает, допустим, какая-то популистская идея. Это единственный шанс для того, чтобы ее дискредитировать, попытаться ее воплотить. У них ничего не получается. Это правительство, которое привело к этому референдуму, к таким итогам на референдуме, потом уходит в отставку, и люди начинают задумываться. Просто параллельно с этим страдают те люди, которые за это большинство, к этому большинству не относятся. И поэтому, если бы мы говорили о референдуме подобного рода у нас в стране, я был бы против. Потому что я не хочу быть таким человеком, который будет из-за этого страдать. Из-за выбора большинства населения, который идет на поводу у популистов. А такое в нашей стране на раз-два просто. Насчет Каталонии, если говорить, мы не самые большие специалисты в вопросе. Это древний вопрос. Не год ему уже. Ему очень много лет. Вопрос возможности отделения Каталонии. И там действительно у них возникают вопросы по поводу распределения ресурсов. Но я считаю, что это свинская позиция. Если вы договорились жить в одном государстве, если вы в свое время разделили, договорились о том, как вы делите свои доходы. У них создан этот фонд, межтерриториальный компенсационный фонд, который распределяет по разным регионам страны эти доходы. Это нормальная ситуация. Это ситуация, которая возникла в результате договоренности определенной. И в одночасье вдруг говорить, а что это мы там кормим условный Кавказ в Испании. Ну, ни к чему хорошему. По-моему, это абсолютно националистский такой лозунг. Я его, может быть, упрощаю. Может быть, я действительно много чего не понимаю в этом. Но если подходить к нему как к упрощенному лозунгу, он отвратительный. Он отвратительный прежде всего для самих каталонцев. Да, у них действительно лучше дела идут в экономике самого региона. И ВВП на душу населения страны один из самых высоких в сравнении с другими регионами. И вообще, в принципе, Каталония это 23, по-моему, процента ВВП, производимого во всей Испании. Но как только это случится, как только они окажутся вдруг сами по себе, они столкнутся с такими проблемами, с какими никакая Шотландия, возможно, и не думает еще сталкиваться. Это же страшно, понимаете? Это не такое дело, которое можно решать просто, наслушавшись хороших лозунгов в телевизоре. У Соломина появились мстительные нотки. Они столкнутся, а может быть, они не столкнутся, дорогой Алексей Соломин. Но я очень кратко скажу. То, как ведет себя Испания, то, как ведут себя силы испанские полиции, никакой позитивной истории самой Испании не делает. Ну, во всяком случае... А вот это тоже вопрос. Не научились. Потому что... Нет. Не научились работать со своими гражданами. Выглядит не обманительным. Все не так, Алексей. Все не так, все не так, ребята. Подождите. Давайте так. Значит, вот с бытовой точки... Значит, во-первых, все мы не являемся специалистами по Испании, и поэтому из этой истории нужно вычленять то, что касается не Испании, а носит общеполитический характер. А общеполитический характер носит одна вещь, которая звучит следующим образом. Вот если в вашей конституции, конституции конкретной страны, не предусмотрено отделение такое, а оно в Испанской конституции не предусмотрено. В английской... Ну, не конституция, так сказать. Вот в Англии предусмотрено, а тут не предусмотрено. То как поступать? И вот эти вот проклятые испанцы... Давай... То есть, все же можно называть разными словами. Вот эти вот проклятые испанцы, они не более чем защищают Конституцию. Здесь другой вопрос, насколько можно Конституцию защищать. Например, можно ли ударить палкой гражданина или пустить в него резиновую пулю... Все ли средства хороши? Если ты... Нет, ну не все, а вот такие. Если ты защищаешь Конституцию. Поэтому я бы предложил вам, мои уважаемые коллеги, несколько другую формулировку и взгляд на это дело. Мне кажется, что Европа оказалась перед очередным вызовом очень серьезным. Она, конечно, безусловно, этот вызов преодолеет. И он называется так. Совершенствование законодательства. То есть, я бы упростил. Совершенствование законодательства на подобные случаи. Потому что после того, как все объединились в Европу единую, 400 тысяч человек, 28 государств и так далее, ну вот кто-то хочет, например, отделиться. Причем отделиться внутри этой же единой Европы. Они же не собираются никуда из нее выходить. Даже Британия, как мы знаем, даже Британия, она собирается же оставлять контакты. И это будет почти Европа и так далее. Поэтому внутри Европы это очередной вызов. Это очередной вирус, который Европа должна преодолеть. Я уверен, что она это преодолеет. Ну, потому что такие случаи будут. Они будут продолжаться. Внутри Европы хотят... Ведь на самом деле все просто. Это же не визг наших пропагандонов, которые мы будем сегодня слышать, как там вольнолюбивый народ Барселоны сражается против Испанства. От всей Испании опять безоблачное небо. Здесь мы видим совсем другое. Внутри Европы, внутри страны, которая входит в объединенную Европу, ребята хотят жить отдельно, даже если этого нет в Конституции. Единственное, я бы попенял уважаемым каталонцам, что ну, как-то можно было бы Конституцию изменить для начала. Если это длинная история, как говорит Соломин. Но, по всей видимости, не очень получилось. То есть, для меня эта история не про Каталонию. Там как-то это закончится. Хотя, понимаешь, разборки будут очень серьезные. Ну, просто очень. Потому что силовая акция против своих граждан. Конституция это не более чем бумажка. А каталонцы, я так понимаю, сейчас заявят, что они вообще Испанскую Конституцию не признают. И так далее. Там будет очень много всякого вот такого неприятного и нехорошего. Но это общая задача для Европы. Я просто уверен, что она ее преодолеет. Вот такая вот история. Итоги голосования. 87% наших слушателей сказали, что в случае с внутренним сепаратизмом нужно проводить референдум. То есть, нужно выслушивать точку зрения всех граждан страны. И 13% написали или проголосовали за вариант давить газину. Это результат и согласитесь, что это хорошее голосование. Это голосование говорит о том, что наша аудитория говорит больше свобод, больше учета мнений меньшинств. Потому что референдуме чаще всего меньшинства требуют какие-то права. Поэтому я с этим абсолютно соглашусь. Можем идти дальше? Да, можем. Идем дальше. Это программа Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели. На очереди у нас герой недели. Давайте. Ксения Собчак. Мы ее решили номинировать за очередной призыв к Алексею Навальному скажем так не быть единоличным лидером российской оппозиции. Вот как она говорит не идти ленинским путем и быть вместе. Ксения Собчак предложила использовать Алексею Навальному свои возможности. Опубликовала у себя в Инстаграме фотографии с очередной из протестных акций. В общем, говорит давай все-таки вот почему ты монополизировал это право вести оппозицию и никого скажем так не принимаешь не воспринимаешь критику. Давай действовать вместе. Ну, собственно собственно и поэтому она герой недели. Кто как мне кажется кто еще может на Алексея Навального повлиять в хорошем смысле. У Собчак мне кажется медийная популярность и известность даже больше чем у Навального. Если Навального я ни разу просто не перестаю повторить я ни разу не являюсь фанатом Алексея Навального тем не менее про этого человека который у нас действительно один из единственных оппонентов Путина ну приходится говорить. И Собчак который предлагает Навальному действовать вместе она же собственно предлагает помощь она протягивает Навальному руку помощь давай объединим усилия. Мы помним хотя с чего началась такая начались заочные споры между Собчак и Навальным это вот статья ведомости где говорилось что она может рассматриваться в качестве спарринг партнера для Путина на выборах Навальный вроде как обиделся и до сих пор в Собчак какие-то летят не знаю камни или не камни но действительно мне кажется дерьмо летит хорошо окаменевшее дерьмо обволакивающее обволакивающее разные сорта как мы знаем это дело имеет разность я разбираюсь многие говорят что Навальному в 18 году ничего на выборах не светит тем не менее он делает то что делает эти штабы эти акции и почему бы на самом деле не попробовать силы объединить и не как это сказать не поспособствовать большему информированию населения по поводу политических процессов в нашей стране мне кажется на месте Навального не стоит пренебрегать таким ресурсом тем более это не он проводит некие закулисные переговоры хотя может закулисные переговоры и Вилли Собчак она сама публично открыто говорит давай работать вместе хорошее нормальное предложение нормальное предложение вообще мне кажется не знаю нормальное ли это предложение потому что я например считаю ну у нас есть вопрос по этому нет нет мы сами поговорим только а вот смотрите тут же в чем трюк все так гладко было как ну вот Алексей Анатольевич абсолютно монополизировал оппозиционную сцену и как-то все нормально гладко шло он прекрасно понимает это же ясно что ему могут как разрешить и мы это понимаем баллотироваться в президенты и там он там например свои 20 процентов получит наверное я думаю наверное уровень его поддержки будет соизмерим с московским уровнем поддержки когда он в мэры шел точно так же как и могут не допустить ну вот как у них фишка ляжет мы этого не знаем но обратите внимание вот это все было у него ситуация как растоптанные тапочки как вот ты приходишь котик у тебя горячий чаек и хороший сериал вот все было гладко и налажено и вдруг тыц-пырыц понимаешь появляется какая-то девушка которая я честно говоря вот я вам ребята честно говорю вот это она его выбесила вот это слово мне нравится все больше и больше представляете Навальный такой который готов к борьбе который вот значит любая любой Путин ему нипочем он и готов отсидеть и вообще все на свете и вдруг такой нож в спину понимаете а вот тут Нарышкин сказал кто может на него повлиять да не 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 Собчак может на него повлиять а жизнь может на него повлиять вот жизнь на него влияет вы знаете про эксперимент Белковского нет знаете у меня довольно много экспериментов нет Белковский человек эксперимент вообще да да ну он блистателен совершенно он начал сейчас очень смешной эксперимент, который он рассказал Рыковцевой на радио «Свобода». Он решил баллотироваться в президенты. Нет, нет, подождите, но это же Белковский. Он решил заявить о праве баллотироваться в президенты. Поняли, в чем разница? Как скоро его упекут в СИЗО? Нет, нет, нет. Послушайте меня. Тут все проще и в то же время серьезнее. Значит, он как бы обратился к администрации президента, чтобы они ему собрали 300 тысяч голосов, и тогда он будет тогда он будет уже реально баллотироваться в президенты, потому что он остроумно заметил, что ни финансовых средств, ни организационных собрать 300 тысяч голосов у него нет. Но когда Рыковцева спросила его, так зачем же? Он вполне серьезно ответил. Вообще услышать что-то серьезное у вечно шутящего Белковского сложно, но, тем не менее, он сказал правильную фразу. Я просто решил напомнить своим примером. Она ему сказала, зачем это нужно? Вот слушайте. Он говорит, я просто решил напомнить своим примером, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право баллотироваться в президенты Российской Федерации, и здесь нет никакого табу и никакого ограничения. И он же вполне человек либеральных взглядов, тем не менее. Поэтому, вот знаете, это же на самом деле испытание Навального. Серьезнейшее испытание Навального. Испытание исключительностью, испытание успешностью, испытание монополии. Почему его сейчас все больше и больше сравнивают с Путиным? Потому что у Путина своя монополия, а здесь вдруг появилась своя. Конечно, я понимаю, что он огромные силы... Вот представим себе, мы с вами делаем оппозиционную партию, мы сидим в тюрьме, мы там вот ездим на митинги, нас бьют металлической трубой по голове. И вдруг, и вдруг появляется популярная медиафигура, которая говорит... Ну, она, правда, этого не сказала, мы знаем, да? Но, в принципе, она вот может сказать, и я буду баллотироваться в президенты. Дальше, предположим, ей помогает Кремль, и там 20% голосов, от голосов, которые могут пойти к Навальному, она забирает. Обидно? Обидно. Что с этим делать? Это мне напоминает, тем не менее, референдум в Каталонии. Понимаете? С этим надо как-то жить. И мне кажется, что ему придется учиться с этим жить. Мне последнее заявление Ксении Собчак показалось очень странным. Если вы помните, я в прошлый раз абсолютно был на ее стороне, и считаю, что Алексей Навальный был неправ, когда публично наехал на нее, будем говорить так, за то, что ее без нее женили пока что. Она, во всяком случае, ни о чем не заявляла. Но теперь действительно выглядит, как будто она почему-то опасается вот этих вот того, что делает Навальный. Хотя власть одной рукой при этом постоянно говорит, что на митинги у него никто не приходит, и там какие-то дутые эти тысячи людей, якобы там пара человек пришли, и просто Евгений Фельдман так грамотно взял ракурс, что теперь хорошо всех видно. А другой, вот видите, видимо, Кремль, все-таки я понимаю, что сильно опасается. А у нас время новостей реклама подошла, через пять минут давайте мы продолжим. Программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али. Эхо Москвы представляет программу «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Продолжаем. Продолжаем. Мы продолжаем. В студии те же. Давайте, поехали. А что, поехали? Мы продолжаем. Закончим мысль. Закончим мысль про Ксению Собчак. Так вот, одной рукой, как мне представляется, Кремль всеми силами дает понять, что эти митинги ничего не стоят. Другой, на самом деле, не рукой, наверное, а полушарием, думает о том, какую угрозу он себя представляет. И когда Ксения Собчак выходит с этими заявлениями, невольно напрашивается мысль о том, что это как-то связано с тем, что ее пытаются использовать. Пытаются на него повлиять, как ты верно сказал, Ксения Собчак тот человек, который на него повлиять может. И поэтому невольно и думается о том, что она здесь выполняет некую роль. Хотя, может быть, это и не так, но кажется. Так кажется. Ведь, что мы можем переходить к следующей теме. А у нас следующая тема тоже Герой недели, и я следую за нее. Это главный редактор Кинопоиска Елизавета Сурганова. Вы знаете эту историю с фильмом Крым, который получил невероятное количество, как выяснилось, накруток, у которого был сначала очень хороший рейтинг. По-моему, около 80% сейчас, после того, как эту историю заметили, обратили внимание. И очень хорошо, что руководство такого уважаемого знания, как Кинопоиск, обращает на это внимание. Не хайпит. Я вот сейчас прямо смотрю рейтинг фильма Крым на Кинопоиске 2,2 из 10. 25 тысяч голосов. 2,2 из 10, да. Вот видите, как сильно упал. Был самым лучшим фильмом недели, а стал одним из самых худших. Дело в том, что сайт, который, естественно, привлекает людей, старается увеличить аудиторию, по идее, должен был быть рад такому активному поведению пользователей и мог абсолютно скрыть эту историю, просто удовлетвориться хайпом, который она произвела. Но очень важно, что они следят за своей репутацией. И это означает, что этому изданию можно будет доверять в дальнейшем, потому что, если они видят подозрительную активность, они принимают меры для того, чтобы оценка все-таки соответствовала, чтобы оценка была честной. Вот я хотел просто отметить профессиональную работу, и мне кажется, это правильно, и мне кажется, отвратительным то, что люди пытаются таким жалким способом накрутить себе рейтинг. Я сейчас не называю, давайте не буду называть конкретный фильм. в принципе, идея подобного рода манипуляций, она какая-то сопливая, какая-то ужасная. Я признаюсь, я ни одного на самом деле такого полного может быть отчета от людей, которым я доверяю, в этом смысле не видел насчет фильма Крым. Но это история с тем, что накручивают голоса. Ну, есть отчет, вы можете в фейсбуке почитать Елену Рыковцеву, которую я уже упоминал, она мазохист, и она пошла с мужем на этот фильм, и она в юмористическом таком тоне все описала то, что она там видела. Давайте, ребята, двигаться дальше, у нас не так уж много времени, бог с этим фильмом, значит, кто захочет, кто-то... Просто та же самая история, я недавно видел... Жалкий прокат этого фильма. Та же самая история я видел с Матильдой, у которой тоже уже в таких вот крупных сайтах, посвященных кино, тоже уже ставит оценки, при том, что в широком прокате этого фильма нет, и ты, когда открываешь эти комментарии, видишь, все отстоит, все говно, не смотрите, не ходите, сам не видел, но все равно Поклонская сказала, ну, к сожалению, да, те сайты, те порталы, которые призваны помогать... прости, но тут два слова, позволь тогда, я два слова скажу, но несколько о другом. Я, естественно, фильма не видел, но в отличие от мудрых всяких вот этих вот обывателей, я о нем говорить не буду, я хочу сказать, что здесь два разных случая. Если фильм «Крым» это такое абсолютно пропагандистское полотно, потому что, ну, как, вот рассказано там «Папа Бандеровец», ну, уже когда вот у одного из героев «Папа Бандеровец», понимаете, в наше время «Папа Бандеровец», ну, естественно, не клеймо на нем «Бандеровец», а, так сказать, по мыслям, да, он «Бандеровец». вот я вас уверяю, что в Украине нет ни одного «Бандеровца», потому что «Бандеровцы» это были «Бандеровцы», они давно-давно жили, у них были свои идеи, сейчас нет человека, который бы думал, как Степан Бандера, сейчас это совсем другие идеи, так вот, я хочу сказать, что тут фильм рухнет по пропагандистским причинам, потому что люди-то Путина любят, но говно всякое в кинотеатре смотреть не хотят, а вот фильм «Матильда», значит, «Матильда», да, как, вот, тут мы все-таки перегретая очень ситуация, потому что, когда что-то очень хвалишь, вот это слово «хайп», оно уже просто всех захватило, когда хайп вокруг чего-то уже очень сильный, как произошло с «Айфоном 8», понимаете, когда кричали-кричали, ждали-ждали, а теперь выяснилось, что, ну, там обычный телефон и вообще никакого ажиотажа, вот, только дорогой, вот это, наверное, единственное его отличие, то там будет рейтинг совсем по другой причине, потому что столько говорилось об этом фильме, что ожидаешь от него, что это будут все «Звездные войны» в одной серии, а выясняется, что это простая история, такая самодержанная про любовь царя к балерине, поэтому тут, конечно, просто я хотел обратить внимание на совершенно разные истории, и можем идти дальше. Давайте. это программа «Гонопольская». Итоги недели без людей Киселева. Редистка недели. Редистка недели стал Владимир Путин, скажу почему. Вот вы знаете эту историю, вообще, в принципе, наблюдали, наверное, новость о так называемом губернаторе Паде, и, ну, в лучшем случае, посмеялись в соцсетях о том, что новые губернаторы как-то друг на дружку что-то очень похоже сильно. Мне кажется, тут как-то не в то момент, не в то совершенно смотрели, потому что, ну, как раз это, как человек выглядит, да, если его куда-то ставят, надо обращать внимание, наверное, немного на другие вещи. А мне смутило другое. Все эти губернаторы вдруг, редком, пишут заявления об увольнении по собственному желанию, объясняют разными причинами, то там у кого-то возраст, у кого-то там просто надо молодить кадры и так далее и тому подобное. И мы все прекрасно понимаем, что это волна, как и предыдущая волна, как и предыдущая волна. Эта волна организована и инициирована одним человеком, президентом России, Владимиром Путином. Ну, когда-то еще какое-то время назад Дмитрий Медведев тоже, если вы помните, инициировал огромную волну отца у губернаторов. И мне кажется, это немного странным, потому что с точки зрения закона все формальности соблюдены, они вот увольняются по собственному желанию. Но мы прекрасно понимаем, что всех увольняет президент. Он увольняет людей, которых, которые вообще-то избираются в результате голосования. Ну, большинство из них, если парламент, если они так сами у себя в регионе решили. Какой смысл был давать людям в регионах право выбирать себе губернаторов и ощущать себя в какой-то мере автономной единицей, раз уж у нас федерация российская, а не российское королевство, не российское какое-то, не какое-то другое образование, не унитарное государство. Если таким образом можно пренебрежительно относиться к выбору этих людей, если этих губернаторов когда-то выбирали, пусть на последнем голосовании, оказывали им какое-то доверие, и теперь их снимать за до окончания их полномочий. Вот меня этот момент очень сильно смущает. Вы не построите в России никакую демократию, если вы будете соблюдать ее лишь формально. А на деле вы плевать будете всем в глаза и делать то, что вы делаете. Это неправильно. И президент никогда в России не будет. Будет только монарх избираться составом, кстати говоря, исключительно бояр. Я все. А, вопрос. А ты знаешь, мне, собственно, добавить нечего. А голосование давайте запущу. Да, да. Давайте запустим голосование и даже предложил бы просто перейти к следующей теме, потому что чего тут говорить? Тут вот ты все сказал. Если вы считаете это правильным, тогда 660-06-64. Ну, мало ли, может, действительно у президента должно быть такое право. Это же президент, это не какой-то секретарь обкома. Если вы не считаете это правильным, тогда 660-06-65. Голосование. Процесс пошел. Если вы считаете правильным, что президент может уволить тех, кого вы выбираете, тогда 660-06-64. Если вы не считаете это правильным, тогда 660-06-65. Между прочим, единственное, вот пока идет голосование, мог бы заметить вот что. Вот вы знаете хотя бы одного губернатора, ну, вот про Меркушкина были разные мнения, например, часть народа, вот я слышал разные опросы, часть народа говорит, что он все-таки много сделал для своего региона. У нас был в эфире Яков Оренсон, министр экономики, который очень позитивно отзывается о Меркушкине, как о человеке, который что-то делает. А Яков Оренсон это самый бывший министр экономики, он знает этих людей, он понимает, что он занимается. но я не скажу о другом. Вот смотри, люди выбирают губернатора, и вообще мы многих выбираем. Ну, вот смотри, мы, например, выбираем депутатов Госдумы. Ну, и что? Кого выбрали? Что эти люди делают? Ты понимаешь, мне кажется парадоксально, что тут выбирай, не выбирай. Дело в том, что каким-то удивительным образом Россия превратилась в такое государство, где механизма отзыва у нас нет, или он, так сказать, есть, но он такой, знаешь, как и какие-то референдумы у нас, которые не проводятся. Вот они что есть, что их нет. И на бумаге, и в жизни. Так вот, ну, а как? Вот представь себе, плохой губернатор, например, ну, вот как его? Вот не справляет он. Нет, есть статья по утрате доверия, и ею президент пользуется, когда на это действительно есть необходимые, есть необходимые основания. Ну, когда, например, губернаторы становятся фигурантами уголовных дел, когда это делается под выборами, для того, чтобы не было каких-то слабых моментов в регионах, вот это, это совершенно ненормально. Нет, ребят, вы не совсем поняли, о чем я сейчас говорю. Давайте еще раз повторю, чтобы была понятна мысль. Значит, безусловно, уверен, я не вижу результатов голосования, но мне почему-то так кажется, что наши абсолютно вменяемые слушатели проголосуют, что, конечно, это безобразие, когда президент сменяет тех, кого выбрали граждане. Но я вам хочу сказать, что у нас граждане выбирают людей и через пять минут забывают о том, что они их выбрали и относятся уже к этим людям не как к слугам народа, как принято говорить, а как к хозяевам себе. Так отмените выборы. Подождите. Ну, отмените выборы. Это было бы честно. Если... Это было бы честно. Не, ну, кому ты это говоришь? Людям? Кремль у нас слушает там. Я с вами согласен. Кремль вполне... Нет, нет, послушай, Алеша, Кремль вполне устраивает вот эта имитация жизни, которая у нас происходит в стране, что ты кого-то выбираешь. В Украине та же ситуация. Тут вот навыбирали депутатов Верховной Рады, а теперь каждый второй звонок, кого это... Что это там они сидят, кто их выбирал? Когда я говорю, вы с какого округа? И вдруг выясняется, что это этот же округ. Я говорю, а за кого вы голосовали? И женщина мне отвечает в эфире. Ой, я не помню. Ну, по-моему, за него, а может и не за него. Понимаешь, это обстановка круговой безответственности, воспитанной почти 80 годами советской власти. Окей. То, что предлагает Матвей Гонопольский, поскольку власть не влияет на выборы, в Госдуму выбирают не тех, губернаторов выбирают не тех, и с использованием административного ресурса надо поступать, как в анекдоте про насильника. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Не обращайте внимание на вот эти вот перестановки. Рыба в России воняет с головы, как и везде. Здесь нужны президентские выборы, приход нового президента, здесь нужна прочистка законов. Знаете, когда это исчезает? Когда появляется реальная политическая жизнь. Когда твой губернатор, твой мэр, твой, например, совет, там, например, депутаты твоего местного совета что-то решают. Они не являются буратинами. Знаете, замечательное сейчас появилось в интернете, я прочитал определение постмодернизма. Это когда куклы делают кукол. Так и у нас. У нас куклы делают кукол. Куклы в администрации президента рассылают куклам другим, что надо делать, а все решает один человек. У нас один человек настоящий. Просто не сидеть и ждать. Все равно мы будем сидеть и ждать, потому что нет политической жизни в России. Как только появится нормальная политическая жизнь, такая, как в Каталонии, понимаете, может они там и не правы, черт их знает, но они борются за свое. Они борются за свое правительство, которое отстаивает их интересы, за своих депутатов, которые отстаивают их интересы. У них есть понятие достоинства. У нас этого понятия нет, ничего не поделаешь. Поэтому, ну вот, как живем, так и живем. Но это не обозначает Нарышкин расслабиться и получать удовольствие. Нет тут удовольствия, понимаешь? Это плохой секс. Надо научиться получать удовольствие. По поводу Каталонии, молния пришла. Власти Каталонии заявляют, что обратятся в международный суд из-за действия испанской полиции на столкновениях на референдуме. Итоги голосования. 91% этой агентства Реановости. 91% наших слушателей проголосовали за вариант, что это неправильно, когда президент может увольняться. И 9% считают, что это неправильно. Конечно. Но ожидаемый результат. Понимаешь, что самое главное мы увидели, мы сейчас идем дальше. Люди-то нормальные. Люди нормальные. Только люди, это я уже обращаюсь не к вам, а к этим людям, которые проголосовали. Где вы были, когда вы голосуете? Что вы делаете на этих избирательных участках? За кого вы голосуете? Вы вообще думаете? Сейчас опять пойдете за Путина голосовать. За кого они голосуют? Мы сейчас еще немного поговорим. Сейчас с рубрикой «Не в фокусе». Интересная история с теперь уже бывшим заместителем прокурора Симферополя. Зовут его Александр Шкитов, бывший гражданин Украины. Это самая важная в этой истории, потому что сказали ему сверху, что незаконно ты получил гражданство российское, то есть ты получил законно это гражданство, но не все документы были в порядке. Не все в порядке было с документами, а примечательно Александр Шкитов тем, что он написал, вынес предостережение о недопустимости показа трейлера фильма «Матильда». О, и когда мы слышим «Матильда», мы сразу вспоминаем Поклонская, Поклонская тоже из Крыма, и возможно это некий такой привет Наталье Поклонской. Смотри, Наталья Владимировна, ведь до тебя могут добраться, ведь ты, как Александр Шкитов, тоже же была гражданкой Украины, и потом какой карьерный путь проделала, была прокурором целиком республики, и теперь в Москву переехала депутат, и каждый день ты и в телевизоре, и в интернете, в общем, возможно это такой сигнал, немножко свои вот эти амбиции прикрутить. Давайте спросим. Будь потише, поспокойнее. Спросим наших слушателей, сигнал ли это. Ну, действительно, да, считаете ли вы, что лишение крымского прокурора гражданства, вот эта вот история, это некое предупреждение для Натальи Поклонской, если это оно и есть, это такой привет для Натальи Владимировны 660-06-64. Если мы сейчас занимаемся конспирологией, и это совсем не предупреждение, а просто совпадение 660-06-65. Начался подсчет ваших голосов. Вываление крымского прокурора из-за проблем с гражданством, это предупреждение для Поклонской, если вы согласны с этой версией 660-06-64, если это просто совпадение 660-06-65. Вот эта история с госпожой Поклонской, она рушит некие... Что ты делаешь? Не менее, все в порядке, разговариваем, разговариваем. Вот эта вот история с госпожой Поклонской, это такое предупреждение, что технология, когда всякий отстой, но заслуживший поощрение, должен отправляться в Государственную Думу Российской Федерации, по всей видимости, Кремлю это придется пересматривать. Почему? Потому что вот эта технология, она прекрасно работала для российских граждан, то есть, другими словами, вот с таким российским менталитетом. То есть, тебе дали вот эту вот жвачку под названием Государственная Дума, сиди там и... сиди там и молчи. Вот сиди там и молчи. А она вдруг, вот как она до этого говорила, так она... Это не важно, что она говорила и почему она это говорит. Может, она ненормальная, может быть, она действительно, вот она же недавно разговаривала с... то ли во сне, то ли где она разговаривала с Николаем Вторым, она об этом сказала и так далее. Это вопрос не в этом. Важно то, что ошибочка вышла. Ей дали колоссальную трибуну. То есть, вот заметьте, если Гиркин, он там где-то сидит и чего он там не говорит, свои недовольства, его только поднимал Навальный, да, вот этим, а дальше он опять сгинул этот Гиркин, то Поклонская каждый день делает какие-то заявления и как депутаты Государственной Думы, там все время корреспонденты, они ее спрашивают и так далее. Наверное, вот эта технология политически устарела и нужно иметь какие-то Ямало-Ненецкие округа, где сначала человека ставить представителем туда, как сейчас модно, да, там и так далее, и так далее, по взаимодействию, по улучшению и смотреть. Если человек понимает, чего от него хотят, а именно, чтобы ты молчал в тряпочку и не выпендривался, вот такая, за выслугу лет, за то, что нахимичило в Крыму, то тогда, да, тогда тебя можно и в депутаты Госдумы, а так, конечно, они с ней лоханули. Матвей Юрьевич, у меня к вам просьба, звук нормальный, а картинка зависла, можете перезапустить скайп, я пока свою позицию перезапустим, да, хорошо, там я с такой поникшей головой, я переживаю. Нет, может быть, вы чревовещателем стали, на самом деле, все это говорили именно в такой позе. Мне кажется, я, безусловно, конечно, считаю, что это такая демонстрация, демонстрация всем тем, кто живет в Крыму и кто в свое время переметнулся, что у них есть инструмент, у власти, в смысле Крым. Ребята, извините, что я вас прерываю, я просить, пожалуйста, вот я звоню на скайп, но дело в том, что там кто-то должен нажать на кнопку и не принять. Сейчас все сделаю, сейчас все сделаю. Понимаете? Давайте. Значит, безусловно, это сигнал всем тем, кто живет в Крыму, что есть инструмент, который позволит их лишить гражданства. Вот если Алексея Нарышкина нельзя лишить гражданства, он здесь родился и как-то тут не собирал никакие документы, то против них всегда можно найти прием. Но связано это, как мне представляется, как раз не с действиями самого, и с действиями самого прокурора, и с действиями Натальи Поклонской это сигнал ей. Почему? Потому что она отказывается слушать указания. Каждый может говорить, что хочет, но если тебя попросили, ребят, давайте поумерим пыл, как просили того крымского прокурора, как просили, я уверен, Наталью Поклонскую, если этого не происходит, то тогда Кремль включает дубину, а эта дубина пользуется, бьет ею на отмышь, и, в общем, никого не интересует, каких он порывах патриотического угара принимал это гражданство, сжег ли он украинский паспорт, или просто разрезал его пополам. Неважно. В свое время я общался с одним чиновником, это еще когда Крым только присоединился, я общался с одним чиновником и задал ему вопрос, а вы уверены, что у крымчан нет опыта лояльности? Они в России не жили, они не знают, что такое, когда у тебя разгоняют митинг, они не знают, что такое, нельзя ходить на митинг, это другие люди. Я говорю, вы вообще как, справитесь с этим? На что мне ответили, вы не волнуйтесь, в администрации президента все держат на контроле. И, в общем, это, я так понимаю, как раз пример того самого контроля администрации президента. Ну, тут я хочу сказать, есть у нас еще секунда? Или мы еще... Да, давайте результаты голосования, и вы тогда звучите. 71% слушателей считает, что история с крымским прокурором это предупреждение, своего рода привет, Анатолий Поклонский, 29% считает, что просто совпадение. Матвей? Ну, я не согласен с этой точкой зрения. Две минуты. Я считаю, что, да, я считаю, что власть администрации президента не может так играться с депутатом Государственной Думы, потому что хотели они или не хотели, но Поклонская выросла в такую, пусть надутую, но значимую фигуру. Это вот, я бы назвал это эффектом Саакашвили, когда вот Саакашвили тут лишили украинского гражданства, и после этого состоялся его сначала, как бы он был там, за границей, а потом его победный приход сюда. И он сейчас путешествует по Украине, не являясь гражданином Украины, но власть с ним ничего не может сделать, даже если хотела. Тут надо с Поклонской весьма аккуратно, потому что любое действие против нее по поводу лишения гражданства, во-первых, вы просите меня, она депутат Государственной Думы, у нее неприкосновенность и так далее. Ну, неприкосновенность у нас снимается прекрасным образом. Не-не-не, она не совершила, минуточку, она не совершила никакого уголовного деяния, помимо действия, потому что, вы знаете, лишается неприкосновенности, если она совершила какое-то уголовное деяние, помимо ее действия в рамках полномочий. А дело в том, что женщина она мирная, у нее только кошмары, ее там преследует этот Николай и так далее, поэтому она ничего не сделала. Это будет расправа, и очень многие там подумают, люди, которые порвали украинский паспорт, то ли они порвали. Поэтому я бы так не говорил. В общем, есть украинская поговорка «Не мало баба клопоту, купила порося». Это в переводе на русский, я не знаю, есть ли в русском эпосе такое, «Не имела бабуся проблем, купила свинюшку». Понимаете? Да, вот «Не мало баба клопоту, купила порося». Время. Вот российская власть купила порося. Простите, это не имеет отношения к прекрасной, великолепно выглядеть с Польпоклонской. Спасибо большое. Соломин Нарышкин, Матвей Гонопольский, звукоречистер Светлана Ростовцева. До встречи через неделю. Пока. Это была программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али. Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...